Всем привет, с вами канал Шутин Скир, я его предыдущий Никита Лукашев. Я нахожусь в городе Мурманск, соответственно, Мурманской области, на Вкатке. По сути, сегодня первый день, как я здесь, в 11.30 прибыл сюда на поезде, иду на первую тренировку осматривать лыжную трассу в долине Уюта, и, соответственно, первый раз встану на лыжи в этом году. Соответственно, я уже заселился и более-менее знаю, что и где находится. Например, я сейчас прохожу коттеджные домики, которые совсем близко к долине Уюта. А я сам живу в гостинице 69-я Параллель, которая тоже не очень далеко от лыжного стадиона, где-то километр, может быть, полтора. В Мурманске очень рано темнеет, сегодня уже в 4 часа было темно, начинается полярная ночь, но трасса освещаемая, как и стрельбище, поэтому проблем, думаю, с этим никаких не возникнет. Единственное, извините за качество картинки, тут уж уже ничего не поделаешь. Ну, а я почти подошел к раздевалке, которую для меня выделили. Если что, я здесь не один, здесь у меня есть знакомый Дмитрий Медведев, мастер спорта по лыжным гонкам, и он мне помогает. Из минусов по понедельникам у долины Уюта выходной, и трасса по понедельникам не готовится. Вот я уже как раз захожу на нее, но думаю, впечатление от катания хуже не сделает, потому что, как вы видите, трасса все равно достаточно прилежная, и снега выпало не так много. Ну, к тому же, я, конечно, не в первых числах, кто уже встал на снег в этом году, но, думаю, смысла сильно рано вставать на снег тоже нет. Ну все, я уже на лыжах, обязательно поделюсь первым впечатлением после проезда трассы. Кстати, я сейчас тестирую свои новые ботинки Fischer Carbon Light без клипсы, но, думаю, они мне 100% понравятся, а клипсы раньше только мешало. Обычно палки об нее задевали, но сейчас я прокачусь по кругу, вроде бы он здесь 3-5 километров пока что, больше не делают. По сути, по роллерной трассе, мне так сказали, утром. Но, в общем-то, посмотрим кадры с трассы, вы тоже увидите. Сразу вам скажу, что комплекс реально очень крутой, точно у Владимира такой вряд ли когда-нибудь вообще построят. Ну, а мурманчанам, я скажу, очень-очень повезло, потому что здесь есть и манеж, хоккейный корт, рядом столовая, соответственно, сама трасса, пушки даже есть, так что все прям очень-очень круто. Честно говоря, до того, как я встал на лыжи, не думал, что я так сильно соскучился по ним, а если они реально едут, это, конечно, вообще кайф. Но перейдем к делу. Расскажу первое впечатление о трассе. Она реально рабочая, ни в коем случае не может сравниваться с биатлонным комплексом «Алмазом» или с той же «Чайкой» в Смоленске. Здесь, получается, идет постоянная работа, нет времени на оборудование. Забрался в подъем и после нет затяжного спуска или равнины. Идет сразу же почти другой подъем. В принципе, подъемы здесь реально крутые. И сейчас вы видите что-то типа быстрого обзора трассы в Мурманске. Немного по поводу ботинок Fischer Carbon Light. Они очень крутые, хорошие, теплые, удобные. Но, в принципе, как всегда это бывает у Fischer. Я вам их обязательно советую. Не к чему придраться. Для тренировок самое то, и не надо брать какие-то там спидмаксы за 50 тысяч рублей. Перейдем к обзору трассы. Круг у меня получился где-то 3,5 километра. Он идет по роллерной трассе. Как я вижу, уже сразу пушечки здесь стоят. Сразу же стрельбище. Оно сейчас не освещается, потому что спортсменов на нем нет. Ну и как-то так выглядит стадион. Достаточно большой круг. Административное здание, видимо. Ну и сама трасса проходит за стрельбищем наверху и еще вот с той стороны. Сейчас мы туда как раз поедем. Сразу скажу, что не могу точно указать круг, так как он здесь полностью не размечен. Это я отнесу сразу к минусам. Но я иду по следам. После стадиона мы сразу входим в небольшой подъем. Соответственно, в сторону за стрельбищем. Ушел со стадиона. Трасса продолжает идти в гору. Слева она не накатана. Там, видимо, пока что не катают. Но пока что все идет в подъем. После идет некрутой спуск. Едем еще какой-то спуск на стадион. Он тоже не укатан. Сюда мы тоже не едем. А едем на небольшую кочку. Ну, кстати, отсюда открывается хороший вид на стрельбище. На административное здание. Сразу же идет еще один тягун. После того тягуна сразу же шел некрутой спуск. Да и, в принципе, здесь крутых спусков нет. Вот снова идет небольшой спуск. Нету такого, как в Сыктывкаре. Спуски с виражами. Да и подъемы я пока здесь встретил только один крутой. Но это только пока на том, что накатано. К полностью судить на трассе не могу. Так как целого круга еще нет. Сразу же после подъема идет еще один подъем. Он такой с замахом на лобовой. И, кстати, под лэб. После подъема небольшая часть равнинки. И снова же подъем. Он тоже, я бы сказал, нелегкий. Но и не совсем критичный. С него, кстати, открывается вид на город. Вот как раз и этот подъем. Вид на город с этого подъема. И вот, кстати, виднеется моя гостиница 69-я параллель. Над вышкой, которая хорошо подсвечивается. Зашли в подъем. И вот только теперь можно будет отдохнуть. Потому что вот этот участок трассы, я бы не сказал, что сильно сложный. Он идет в основном под спуск. Но все равно это не как спуск. А больше равнинка такая. И, честно говоря, кататься одно удовольствие. И очень приятно после роллеров перейти, наконец-то, на лыжи. 28 ноября я здесь побегу в биатлон. Спринт 6 километров на лыжах, соответственно. И, честно говоря, я пока не понимаю, как здесь будет сделан круг для этой гонки. Я, тем временем, переехал на самую скоростную часть этого спуска. Под конец я здесь разогнался до 38 километров в час, а то и 40. Здесь надо еще немного поработать. И вторая часть спуска. Продолжение следует... Сейчас нам нужно противоходом выехать обратно на стадион и перейти на другую часть трассы. Как раз-таки там и будет добиваться этот круг до конца. Как я и говорил, мы вернулись на стадион. И трасса уходит на мост. Тоже такой лобовой подъемчик. Вот как раз самый неприятный подъем на этой трассе. Он реально заставляет задуматься, как правильно разложить силы. Потому что на нем можно вырубиться. После подъема развилка, если поедем направо, выйдем на подъем, с которого открывается вид на город. Но нам нужно налево-обратно выехать на стадион. Я, конечно, не особо пока понимаю до конца, как устроена трасса. Но в общих чертах я ее вам показал. За две недели уже, думаю, разберусь. И, возможно, даже выпущу дневной тест трассы. И вы его увидите раньше, чем этот блок. Скорее всего, если я его вообще сниму. По итогу у меня получилось за час сорок двадцать один километр. Я реально получил удовольствие. Ну и я хотел бы показать раздевалку, в которой будет храниться часть моего инвентаря. Ее мне как раз-таки Дмитрий Медведев предоставил. Здесь у нас коридор. Сразу же встречает старый лыжный станок. Если мы пойдем в эту комнату, здесь будет микроволновка, чайник. Тоже какой-то инвентарь. Следующая комната у нас туалет. Идем дальше в коридор. Попадаем в душ. Ну и следующая комната, это, по сути, цветок-светых. Здесь куча всяких лыжных чехлов. Соответственно, лыж, одежда. Весь инвентарь. Барахолка. Возможно, вот даже какие-то роллеры есть. Ботинки. Два лыжных станка. Мне, кстати, вот здесь сказали делать лыжи. Сказали все, что было в чистоте. В общем-то, здесь очень важный порядок. Очень много правил. Но на то она такая крутая раздевалка. Честно говоря, это местечко даже лучше выглядит, чем наша лыжная школа в Владимире. Подошел в гостинице. Я специально засек часами. От раздевалки краски до 69-й параллели вышло километр 150 метров. Так что все очень близко. И при этом это не самым коротким путем. Это я шел через манеж. Так что все очень близко. И это, конечно же, очень хорошо. Но номер я не буду больше показывать вместе с холлом гостиницы. Так как я это уже показывал в ролике с дороги на Мурманск. А чуть позже я пойду искать продуктовый магазин. Немного прогуляюсь в сторону города. И это как раз таки вам и покажу. Прогуливаюсь по городу. Почти дошел до пятерочки. Она близко к гостинице. Могу сказать, что Мурманск это типичный северный город. Вот новостроек, конечно, мало. И много всяких таких бетонных домов. Например, как этот. Но хуже это Мурманск не делает. Ходки получатся достаточно интересные. А экскурс по Мурманску уже по светлу устроит мне Дима Медведев. Мы с ним уже договорились. Покажет интересные места города. Пофотографирую, поснимаю. И с квадрокоптера тоже залечу. Надеюсь, конечно, это видео будет не полностью снято в вечерних условиях при малой освещенности. Ну так вот. Теперь я хотел бы поговорить о питании. Завтраки у меня включены в гостинице. Вроде бы они хорошие. Шведский стол. Обеда в гостинице нету. Поэтому буду есть в манеже. В кафешке под названием Весло. Где я как раз таки сегодня и обедал. И ужинать, скорее всего, тоже там. Потому что в гостинице реально дорого. У меня за ужин салат Цезарь, мясо с рисом, вышло 950 рублей. Так что в мой бюджет, как бы, такие ужины не входят. Поэтому буду ходить в кафешку в манеже. За небольшую прогулку получилось парочку хороших фотографий. Кстати, вот такой вот вид открывается с захода в гостиницу, что делает это параллель. Видны сопы, которые расположены за городом. Ну и какая-то часть города. И вот там как раз таки проходит долина уюта и освещенная трасса. Второй день, утро. Я позавтракал. Завтраки здесь, в принципе, неплохие. Шведский стол. Сегодня в 10 я пойду на стадион собирать винтовку. И, возможно, даже будет стрелковая тренировка. А я хотел показать, что делается за окном. Сейчас время 8.42. А на улице по-прежнему ничего не изменилось с ночи. Но, надеюсь, к 10 часам станет посветлей. Но это, разумеется, не точно. Я ушел на первую тренировку, разобрался с винтовкой. Завтра уже пойду на первую стрелковую тренировку. В этом плане все очень хорошо. А в Мурманске около 10.30 утра. И появился свет на улице. Про трассу я по второму кругу рассказывать не буду. Но кадры по светлу я обязательно сделаю сегодня. Потому что объем чуть небольшой. 25 километров за первую тренировку. А за вторую около 20. При этом трасса накатана. Появилась лыжня. И сегодня, в принципе, можно понять, как вообще устроен круг до конца. Вид на город при свете дня. Ну, можно сказать, что это северный город. От него веет холодом. Очень, скажу вам, атмосферно. Еще я, кстати, заметил сегодня здание наверху горы. Толком не знаю, что это. Но даже, возможно, горнолыжная точка. Потому что вроде бы в Мурманске должен был быть небольшой горнолыжный курорт. Но точно я этого узнать не могу. Сейчас скачусь с самого скоростного спуска на этой трассе. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, кстати, на тренировку очень местные биатлонисты. Видно, как работают на стрельбище. В этом месте у нас выход на стадион. Единственная равнинная часть на этой трассе. Кататься здесь очень комфортно. Во-первых, потому что народу не так много, как в том же Саптуткаре. Если бы я уже в Саптуткаре катался бы паровозиком, там всегда народу много. А во-вторых, трасса очень хорошо подготовлена. Можно кататься как коньком, так и классикой. Проезжаю в Стрельбище. Оно тоже, видимо, на высшем уровне освещения. Автоматические установки. Единственное, то ли замело тренерскую биржу, или ее вообще нет. Это только летом, видимо, уже можно узнать или спрашивать. Но биатлонисты работают. Мишеньки закрываются. Это у нас административное здание. Я в нем утром был. Там находятся все тренерские. Можно, видимо, потренажить в этом же здании. Там же и КХО находится. Это уже буду узнавать в течение всего сбора. Вот этот отвратительный подъем. У него как раз сейчас работают местные биатлонисты. Но они не поднимаются дальше. Подъем, с которого виден борт, они сворачивают сразу же на стадион. Вот как раз здесь есть развилка. Вчера я ее показывал. Но биатлонисты едут сюда и сворачивают потом на стадион. А я пойду кататься дальше по подъему. Провел тренировку, пообедал. Уже направляюсь в гостиницу. Честно говоря, за час 50 катания на этой трассе я реально устал. Это ни в коем разе не сравнивается с откаткой в Рязани, где одна равнина. А тут подъем реально тяжелый. И думаю, под конец катки я буду очень хотеть отсюда уехать. Потому что реально очень-очень тяжело. И подъемы вот прям изматывают. И один из них прям реально метров на 300-350 выводит из себя. Особенно при работе без палок. Как обычно, думаю, каждый день подробно я снимать не буду. А то кронометраж этого видео вообще растянется. Немоверно. Ну а так буду подводить просто итоги дня, возможно. И снимать только самое интересное. Вот сегодня, допустим, сейчас я пойду в номер, развешиваю вещи. И поедем, скорее всего, с Димой Медведевым кататься по городу. Посмотрим что-то интересное. И по поводу винтовки я узнал, что на мушник, который мы сюда привезли и заказали специально, под Мурманск не подошел. Потому что он сделан под винтовку B-74 вроде бы. Или B-77. А здесь винтовка 91-го года. И он, соответственно, на нее не подходит. Просто не налезает. Поэтому, видимо, придется стрелять с низкой прицельной линией. И придется, получается, давить на щеку. И выстрелы будут уходить все наверх. Но мне уже не привыкать. И поэтому придется работать с тем, что есть. К сожалению, не удалось сегодня посмотреть город. Принесли поездку на завтра. Иду сейчас как раз со второй тренировки. Очень сильно устал. Видимо, идет акклиматизация. И мышцы отвыкли от работы на лыжах. Но, думаю, через неделю я втянусь в работу и будет полегче. Но у меня сегодня разрядился пульсометр. Поэтому сейчас разложу вещи сушиться. Поставлю ботинки на сушку. И пойду ее искать. Честно говоря, не знаю, где в Мурманске ее найти. Но, надеюсь, какой-нибудь терочке или магните найду. Но посмотрим, в общем-то. Температура, кстати, эту неделю в Мурманске была лайтовая. Сегодня, допустим, минус 1. Даже днем было 0 градусов. И где-то будет минус 3, минус 4. Ниже не будет опускаться. Вот на следующей неделе, вроде бы, по прогнозам, опустится до минус 10. И будет холоднее. О, чудо! Я в каком-то магните все-таки нашел эти вот батарейки для своего пульсометра. Если что, улица Пономарева 5. Кому, возможно, понадобится в Мурманске приобрести батарейки. Здесь они есть. Третий день в Мурманске. Настроили винтовочку. Вот она уже позади меня. Сегодня в 4 часа будет тренировка. И вы только посмотрите, какой спортзал здесь в административном корпусе на лыжно-биатлонном стадионе. Все самое необходимое здесь есть. Я бы сказал, очень-очень круто. Сегодня был максимально тяжелый день. Времени на вкатке не хватает абсолютно ни на что. Это я по своему опыту говорю. Ну, начну я рассказ с того, почему же я записываю этот фрагмент видео дома. Меня сегодня, точнее, уже второй день подряд подводит GoPro. Она отказывается работать на морозе. Пишет с заряженным аккумулятором на улице то, что заряда якобы нету. Но он на самом деле есть. Это, конечно, очень расстраивает. В прошлом году таких проблем не было. Но в этом году, видимо, возникли. И придется задуматься о смене камеры. Или хотя бы заменить ей аккумулятор. Вкратце, вначале расскажу, что же сегодня было в течение дня. Во-первых, начну с того, что между первой и второй тренировкой было где-то около 40 минут отдыха. И причем где-то я после второй тренировки освободился в пол седьмого. После мы без ужина с Дмитрием Медведевым поехали смотреть памятник Алеши и вид на здешний порт. Причем это сделали очень-очень бегло. И я толком ничего не посмотрел. Даже не успел заснять и взлететь на квадрокоптере. Так что осмотр местных достопримечательностей я, скорее всего, оставлю на выходной день. Когда я смогу полностью это подробно заснять. Сам посмотреть, пофотографировать и взлететь на квадрокоптере. И вот получается сейчас уже где-то 22 часа 40 минут. И у меня появилось свободное время, соответственно, рассказать, что случилось. И вообще, в общем и целом, появилось оно свободное время. Как раз я бы хотел вам рассказать о моей первой стрелковой тренировке в Мурманске. Как раз таки сегодня она и была. Скажу вам, что мне очень сильно повезло с льтовкой. И несмотря на то, что она 91-го года выпуска, она в очень хорошем состоянии. Мне очень понравилась работа спускового механизма, холостой выжим. И четкое нажатие самого курка. Это, конечно, радует. И это, кстати, очень важно в стрельбе. Во-вторых, очень хорошая работа затвора. Несмотря на возраст винтовки, это очень удивительно, что все четко работает. А во-вторых, винтовка сама очень кучно стреляет. На удивление, мы с дешним тренером очень быстро пристреляли винтовку. Ухватило всего лишь двух кассет. С первой кассет мы сделали поправку 35 вниз. На вторую кассету уже все выстрелы полетели достаточно хорошо. После я сделал комплексную классическую работу 8 рубежей. На первых четырех рубежах у меня было где-то 5 промахов. По рубежам 2, 0, 2, 1. На первой лёжке выстрелы летели на 10-11 часов, так как здесь на этой винтовке низкая прицельная линия. И получается, я давлю щекой, и все выстрелы уходят наверх. Это, конечно, не есть хорошо, но надо контролировать этот момент, когда нет возможности установить проставки, как у меня в данный момент. После оставшиеся четыре рубежа я прошёл с одним промахом, уже всё контролировал и к винтовке, скажем так, привык. И у меня было 0, 0, 0, 1. В принципе, стрельба неплохая. И сама тренировка прошла, конечно, неплохо. Но выстрелов сделал всего лишь за тренировку 50. Этого, конечно, я считаю, мало. Сейчас взлечу на квадрокоптере рядом со своей гостиницей 69-й параллелью. Конечно, не лучшее место для взлёта на квадрокоптере, но лучше сделать хотя бы какие-то кадры Мурманска с воздуха, ежели не будет никаких. Вдруг получится, что у меня не удастся взлететь на квадрокоптере, допустим, в более красивом месте. Обязательно калибрую дрон перед взлётом, так как взлетаю в новом месте, тем более в ночных условиях. Если я этого не сделаю, возможно, его потеряю. Кстати, вот такие вот подводные лодочки стоят рядом с моей гостиницей, с Брут-1. Четвёртый день. По плану у меня кросс. Следующий кросс будет ещё также через два дня. Это что-то типа разгрузки между двумя лыжными тренировками. А за предыдущие три дня, если считать день приезда по объёму, у меня получается около 100 километров. Это, конечно, очень хорошо. Бегу я, кстати, сейчас по городу, изучаю свой район. Был вариант вообще побежать в долину уютом. Но я вот решил изучить улицу, вообще райончик, что где находится примерно. Слева, кстати, сапа. Я бы сказал, высокая. По крайней мере, в нашем центральном регионе таких и близко нет. Кроссы всего лишь по 30-40 минут. И то их на второй неделе уже не будет. Но на первой и не необходимой помогают загрузиться физически. Так и морально. Тем более за предыдущие два дня был сделан у меня очень хороший объём. При этом эти кроссы должны не просто соляй-валяй прошлёпать эти три трёх. Но нужно бежать всё-таки в хорошем темпе. Конечно, не сверху быстро, но не 7 минут в километр. Сейчас, кстати, 11 часов. И вы видите, на улице не очень-то светло. Я вам скажу так. Светлее уже сегодня не станет. Это Мурманск. При этом летом здесь есть такое явление, как белые ночи. Это не как в Питере. 15 минут. А с августа по май здесь солнце вообще не уходит. Постоянно светло. По крайней мере, так сказал Дима Медведев. Пробегаю, кстати, а-ля финские домики, которые я снимал в самом начале этого видео. Узнал их стоимость. Они где-то выходят 19 тысяч в день на 12 человек, получается. Считаю, неплохо. И вот в этих домиках напротив располагается лыжный магазин. Да и сами эти домики принадлежат лыжнику, тоже знакомому Дмитрию. И получается, здесь почти все принадлежит лыжникам. В этих а-ля финских домиках, кстати, сейчас заселилась команда Москвы по биатлону. Но пока никого из них не узнаю. Еще приехал Питер на вкатку. Но непонятно, какая школа, кто. И вообще про Питер мы толком ничего не знаем. Но они вроде бы и в домиках не живут. И в моей гостинице тоже никого нет. Решил устроить себе вечернюю прогулку. Предварительно, конечно же, взяв с собой фотоаппарат. Забил в Яндексе центральную улицу. И навигатор меня вывел в место под названием улица Пяти углов. Питер, интересное место, что-то типа местные достопримечательности. Какие-то памятники здесь. В общем-то, есть даже елочка стоит. Центральный, видимо, Звербанк. Конгресс-отель. Интересное место, но, в принципе, город сам по себе скучноватый, честно говоря. Шел от гостиницы, соответственно, пешком до сюда. Особо такого интересного ничего не заметил. Но фотографии получились достаточно красивые. Немного ошибся. Не улица в пяти углов, а площадь в пяти углов. Но до этой площади я шел по улице Ленина почти от моей гостиницы. Она сделана в лучших традициях. Аккуратненькие домики. И сама по себе улица, я бы сказал, очень широкая. Особенно для такого города. По случайности зашел в кабинет белый кролик. И она меня очень сильно удивила. Если вы будете в Мурманске, то настоятельно советую ее посетить. Находится она на улице Ленина. Не скажу, какой дом, но в навигаторе так и можно видеть. В кофейне белый кролик. Но таких кондитерских изделий, как в этой кофейне, я не видел больше нигде. Это что-то с чем-то. Да и по центру не скажут, что Мурманск это город. На краю земли, на севере. В принципе, выглядит все очень цемильно. Но только в центре. Прямо как Дубай Мол, только Мурманск Мол. Соответственно, он находится в Мурманске. Вот такой торговый центр есть на улице Ленина. Много всяких магазинчиков. Хоть я город не особо хорошо знаю, но впечатление сложилось такое, что в самом городе толком смотреть нечего, кроме памятников. Нету, допустим, какой-то архитектуры, придающей колорит городу. Но это по причине того, что город сам по себе не такой старый, как, допустим, тот же Владимир. В основном, конечно, в городе преобладают больше здания советских времен. Единственное, колорит приносят эти пятиэтажки, панельки, которые все-таки придают атмосферу холодного и северного города. Отошел от центра Мурманска не более, чем на километр-полтора. Город уже, конечно же, сильно потускнел. Теперь он принял, по сути, истинный вид северного холодного города как раз-таки. И, по сути, вот такой вот весь Мурманск. Самое яркое место для посещения в черте города, это, конечно же, памятник защитника советского деполярья, в скобочках Алешин. Я уверен, что большинство посетивших Мурманск были в этом месте. Конечно же, это место стоит посетить ради самого памяти. Как-никак пять раз в жизни его надо увидеть. А во-вторых, с этого места открывается очень хороший вид на сам город, так и на Кольский залив. Прям смело берите туда все свои гаджеты, ботоаппарат, пудрокоптер, вообще-то все, что есть. И причем вид хороший там как днем, так и ночью. Не могу сказать, когда лучше посетите это место. Я, конечно, постараюсь посетить это место и заснять его для вас с квадрокоптера, но это уже как будет складываться обстоятельства. Пятый день. Я считаю, это нужно заснять, так как на трассе появилась разметка. Готовятся к каким-то соревнованиям. У меня старт 28-го. Это еще только через 9 дней. Но, видимо, будет какая-то контрольная тренировка у биатлонистов, потому что там еще дальше размечен штрафной круг. В общем-то, будет интересно узнать, что это. В общем-то, я все раз узнал. Сегодня просто контрольная тренировка. А в субботу и воскресенье будут соревнования. Кубок чего-то там. Но я, честно говоря, и не знал про эти соревнования, что что-то будет в этих числах. Сегодня провел вторую стрелковую тренировку. Вначале работал по одному выстрелу. 10 лежа, 10 стоя. Работа была неплохая. После поработал с круга 1,5 километра сериями. Вначале были проблемы с лежкой, но под конец тренировки их исправил. На последних двух рубежах, соответственно, лежа, стоя, у меня было по одному промоку на каждом. Сейчас я мажу лыжи в переодевалке. Вот уже одну почти доделал. Остается вторая лыжина. И пойду в Манеж ужинать. Провел в Мурманске неделю. Получается, седьмой день сегодня была вторая разбежка. Делал кросс. 7 километров после ходил на стадион. Делал для вас обзор беатлонного, точнее, лыжный беатлонный комплексом в долине Уюта. Сейчас я сижу в ресторане под названием «Царская охота». Очень колоритное место, интересное. Очень хорошо готовит место ресторана в Мурманске. Я обязательно советую его посетить. Ресторан этот, если что, находится на улице Кольская, 88. Я еще хотел сегодня посетить Алешу. Снова туда съездить, как раз лететь на квадрокоптере. Но все-таки уже не поеду, потому что сегодня разгрузочный день. И я прилично подустал. Как-никак снимал целый обзор стадиона. Нашагал уже 17 километров. Поэтому сейчас иду в магазин и возвращаюсь обратно в гостиницу. Началась вторая рабочая неделя. Восьмой день. Погодка. Сегодня вообще не очень метель. Минус 5, минус 7 градусов. Я начал готовиться постепенно к соревнованиям, которые пройдут в субботу и воскресенье. На этой неделе будет более скоростная работа. Сегодня, допустим, делал скоростно-силовую серию ускорений. И хотелось бы поругать администрацию стадиона, так как в понедельникам долина уюта отдыхает. У нее выходной и даже не готовится трасса. И не у всех спортсменов по понедельникам выходные. И хотя бы проехаться один раз на ратраке, конечно, можно было. А так, получается, понедельник здесь день фрирайда. По пухляку катания не получается, что трассу протаптываешь сам. И в 10 часов я, получается, сегодня перешел. И было очень плохо. Но ускорение чуть пару раз не навернулся. Хотя замечу, что освещенка на стадионе по понедельникам работает. Так что странно, почему трассу вообще не готовят. И смысл тогда включать освещенку. Для такого уровня стадиона это, конечно, я вам скажу, неприлично. И я думаю, мои возмущения понять можно. До старта осталось 3 дня. Основную скоростную работу я сделал. Сегодня делал повторную тренировку. В принципе, неплохо. Но в любом случае стоит проводить такие вещи в команде. Так как больше конкуренции. И как бы ты не хотел в одиночку, до тошноты себя вряд ли измотаешь. Но проработался я неплохо. Сейчас будут не очень сложные дни до старта. Даже пару кроссов должно быть. Сегодня, кстати, впервые за весь сбор пробую новые лыжи. Росики. До этого катался на фишках. И они от силы ехали одну-две тренировки хорошо. И кататься было на них реально больно. Каждое движение это боль. Никакого удовольствия. Сейчас подморозило. И я взял росики. Они для более жесткой трассы. Я вам скажу, они едут. И удовольствие от катания есть. Особенно на второй откаточной тренировке. Я, кстати, сам уже думал, что разгрузочных кроссов не будет. Но один из них должен был быть завтра. Но он отменяется. Так как завтра будет стрелковая тренировка. А второй уже точно будет. За день рост старта второй тренировкой. Сегодня, кстати, самая низкая температура. Минус 11 градусов. Сегодня среда. Я вам скажу, дел просто куча. Сейчас надо дойти до местного ресо. Сделать страховку. Так как без нее на соревнования не пустят. После зайти в инвентро. Но хорошо, что там рядом. Сделать ПЦР-тест. Без него тоже не пускают. На данные соревнования. И сегодня получается единственный день, когда я смогу успеть съездить к Алёше. Заснять с квадрокоптера. Пофотографировать. А после я направлюсь на тренировку. 16.00 будет стрелковая. При этом надо еще пообедать. Будет успеть. Но посмотрю, как по обстоятельствам будет. И успею ли я съездить все-таки к памятнику. Сегодня надо будет еще приобрести билеты на самолет. И летать я буду, скорее всего, в это воскресенье. На вкатке получится ровно две недели. К сожалению, у Владимира до сих пор снег еще не выпал. Но через пару дней, надеюсь, выпадет. И кататься хоть как-то будет можно. Также мы хотели поехать на Кубок Урала. Но уже точно не получится. Но, надеюсь, какие-то соревнования все же я пробегу до Нового года. Ну и, соответственно, в январе потом точно старты уже будут. Страховка сделана. На сегодня остался только один ПЦР-тест. И я отправляюсь к памятнику. Не смог сдать ПЦР-тест, так как в инвентаре какое-то самовзятие. А в другой клинике, в которую я заходил, нужно заранее записываться. Скорее всего, пойду завтра до 11 часов. И я очень крупно лоханулся, так как я хотел посетить памятник Алешу. И вбил, соответственно, это в Яндекс.Такси. Но привезли меня совершенно в другое место. Видимо, как-то различаются адресы. Хотя и было написано Кольский Алеша. Но меня привезли к мосту через Кольский залив. И, конечно, очень-очень плохо. Я на краю города. Вообще непонятно, какой на уши. Но раз уж я сюда приехал, залечу с квадрокоптера, потому что здесь, соответственно, мост. Выглядит он неплохо, я уже посмотрел. Но, не знаю, придется как-то возвращаться отсюда пешком или на такси. И, видимо, Кольский Алешина сегодня отменяется, возможно. Я, конечно, не против приключений. Но когда эти приключения в минус 12, минус 11 градусов, это, конечно, не очень радует. Вид, конечно, хороший. Сейчас здесь, соответственно, залечу. Все-таки снимаю. Но, конечно, печально, что я приехал вообще не туда. И идти как бы до царской охоты, чтобы пообедать. Я сегодня планировал там на бизнес-ланч ходить. Это где-то 4,1 километра. До гостиницы 6 километров. Свой разгрузочный день, конечно, я выдал сегодня. Тем более, сами понимаете, это вообще край города почти. Вот здесь какие-то гаражи находятся. Здесь, не знаю, то ли завод, то ли еще что-то. И, соответственно, мне надо идти куда-то вот туда, чтобы куда-то вообще выйти. Язык не повернется сказать, что я зря сюда приехал. По этой нелепой ошибке у меня в копилке получились просто волшебные кадры с квадрокоптера и фотографии. И вы сейчас сами их увидите. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, надо сказать, я до ужаса замерз. Температура минус 11 не такая экстремальная, но на высоте 200 метров, куда я поднял дрон, температура явно ниже. И поэтому полет, я бы сказал, такой серьезный. Я, конечно, иду обедать, и до ужаса замерз, почти что бегу, но вы только посмотрите на этот вид. Это, конечно, прогулка, явно того стоило. Это прекрасно. Здорово я, конечно, попал до ресторана еще 2,5 километра где-то. Иду по невиданным дорожкам, где есть следы невиданных зверей. Надо еще успеть на вторую тренировку. Все-таки это стрельба, и опаздывать нельзя, если бы это была чисто откатка. И я бы мог прийти, в принципе, в любое время. А тут надо идти вовремя. Не смотрите на мою прическу и внешний вид, потому что сейчас пол первого ночи уже. Приехал корреспондент Дмитрий Лукашев, но последние 2 дня, вы просто не поверите, это чудеса. Прилетел первым классом, в общем-то, завтра у нас старт будет. В 10.40 надо быть на стадионе уже, в долине уюта, и будет спринт 6 километров. Вроде бы приехали питерцы, только непонятно какие московские ребята. Из Владимира один есть. Да, и из Мурманска тоже парочку есть. Даже Дима вроде бы придет, пообещал, что придет на соревнования. Мы засты будем с утра мыши катать. Да, и мне Дима уже сегодня, точнее, звал меня в зал, я согласился, и он мне сегодня по морде вдарил на ринге нормально. Еще и солнечное сплетение, он говорит. Да, была заруба, была заруба, но я на него зла не держу. Он меня вызвал неподготовленного, и я получил. Сильно получил. Сильно получил. Сильно получил. Сильно получил. Но я зла не держу, ни в коем случае. Завтра будет. Завтра подстрелю его шестым патроном. Да, но я подумал, на него надо отдельное видео делать вообще. Если я еще посещал Мурманск. Про него, да? Про него, да. Надо про него сделать. И Мурманск надо перевернуть, и это город имени Дмитрия Медведева, да? Да, потому что это удивительный человек, и он заслуживает вообще отдельного ролика, как это у Птушкина есть большой выпуск, как бы про странного. Здесь надо про человека делать большой выпуск. Мастер спорта на всю жизнь. Да, это просто от пеленок до мастера спорта. Это человек просто, человек радуга. От мастер спорта до пеленок, наверное. Ну, я и говорю, это просто удивительный. Или мастер спорта в пеленках. Ну, я и говорю, это просто удивительно позитивный человек. Вот если бы вы видели позитивного человека, то он не позитивный по сравнению с Димой. Ты что сейчас сказал? Ну, он то, что самый позитивный человек не сравнится с Димой. А, ну да. Ну, я и говорю, так что завтра соревнования, и ждите ролика, потому что он у меня оператор привез. Он сказал, я там все равно буду в 10. Ну, вот, в общем-то, завтра меня поснимают и поснимают соревнования, так что с оператором будет легче. Добрым морозным утром мы идем, в общем-то, на эти соревнования. Спринт 6 километров. Показываю корреспонденту местные красоты в этой холодной стране. Минус 16 градусов сегодня. Нелегкая погода для соревнований. Ну, а бегут достаточно, наверное, много народу, потому что взрослых категорий немало. 6, наверное, забегов где-то. Перестрелка у нас в 11 часов. И в 12 должны стартануть юноши 3-4 года. Я даже фотоаппарат с собой взял на стадион в Перу и за несколько дней. Возможно, что-то поснимаем. Но, по крайней мере, корреспондент будет в роли оператора сегодня. Ну, постараюсь. Да, ну... Ты мою группу снимаешь, а? Вот я здесь. А, вот. Ну и, вот, кстати, какой-то мальчик сегодня, конечно. За визуальную составляющую я не отвечаю. В Румынске часто такая фигня. Но, что я еще хотел сказать, сейчас вспомню. Хотел сказать то, что мы сейчас будем мыши откатывать впервые, наверное. Да? Идем, да, мыши откатывать. Так что мы сейчас оставляем вечер чуть-чуть раздевалки и выходим на трассу. Лукашев, Никита. 17.77. Стоять, держишься, я люблю. Красивое ложи, только покрашу. Стоять, держишься, я люблю. Самое время подытожить этот день. У нас, как бы, сегодня он прощальный, прощальный вечер. Встретились с Димой, сходили в ресторанчик. И поэтому времени записать, как бы, и прокомментировать соревнования не было. Поэтому уже это делаем вечером, перед сном. Пробежал я соревнования. Спринт, как уже знаете, занял второе место. Первое место занял Матвеев. Пацан из Мурманска как раз-таки. Он тоже бежал на Россию. И он там тоже на летней России занял 14-е место. По сути, обогнав меня на 2 секунды. Но с тремя промахами у тебя две были. То есть парень нормальный, функционально сильный. Тут он, получается, промазал 7 раз. И при этом он меня обогнал. У меня было 4 промаха, но у меня случились, скажем так, неполадки на первой лёжке. Сегодня была ужасная погода, минус 18 градусов. И при этом видимость была очень плохая. И я пришёл, получается, на первую лёжку. И из-за того, что у меня низкая прицельная линия, и сама мушка была где-то 2 с чем-то миллиметра, я почти подлезть не мог под сам прицел. И я, по сути, сами мишени не видел и стрелял наугад. И при этом я даже попал на лёжке 3 раза. Но я потерял где-то около 30 секунд. И как раз-таки я почти после первого круга не отставал от Матвеева. Но после рубежа уже отставание было 30-40 секунд. И при этом он, по сути, пришёл, отлупил все выстрелы. При этом промазал 4 раза. Быстро открутил штрафные. А я долго вылёживал. Очень долго. Я даже думаю, секунд 40 я там потерял. Так что такие вот дела, к сожалению. И на стойке тоже работал, как бы не сказать, что быстро. 38 секунд с двумя промахами тоже было не особо видно. Но при этом результат неплохой. Не стыдно, как бы, рассказать. Потому что второе место – это не четвёртое, не пятое. И при этом, как бы, на областных соревнованиях везде я спокойно захожу в тройке. Ну, тут ещё можно сказать, что сегодня была ужасная погода. Ну, как ужасная. То есть, довольно-таки сложная погода. Минус 18. Какой-то смог вот тут. Потому что здесь очень большая влажность. То есть, в трубу на пристрелке вообще не видно ничего. Просто какие-то размытые там... Какие-то размытые мишени даже не видно ни точек попадания. То есть, холодно. Вот этот смог. Потом это первый старт. Винтовка, которой мы, в принципе, ещё приноровиться не успели. Вот. Ну, недорогие патроны. Там самые дешёвые. Но этому мы не ищем оправданий. Просто я что хочу сказать. В принципе, патроны были у всех одинаковые. Погода у всех одинаковая. Смог у всех одинаковый. То есть, все были в одинаковых условиях. И, как бы, в условиях этого первого старта. То есть, в принципе, как бы, ну, чудеса не произошло. Ребята, которые на России заняли 14-15 место в кроссе. Вот они, как бы, просто разыграли между собой первое и второе место. Вот. Ну, не факт, что в другой гонке, может, Никита Бай передел. Может быть, нет. Но для первого старта, для таких условий, это очень-очень неплохо. Да, конечно, парень Матвеев сильный. И, как бы, функционально тоже хороший конкурент здесь. И, как бы, он занимает место тоже, по сути, в фаворе. Топ-15 на России по нашему году. Ну, и получается, как бы, наш сбор вот так вот подходит к концу. Завтра мы летим первым классом, аэрофлотом в Москву. И поэтому мы это тоже всё вам заснимем. Покажем, кстати, здешний аэропорт. Потому что аэропортов у нас никогда в блогах не было. Но теперь будут. Да, так что вот я сейчас покажу, кстати, грамм. То это вообще был кубок в честь Артемия Хасанкаева. Это парнишка, наверное, многие слышали. Погибший в Крыму, он побежал на тренировку и оттуда не вернулся. И вроде как сказали, что это сердцем было где-то три года назад, да? Ну, года два или три назад такой очень известный случай был на всю Россию. То есть они в Крыму побежали на утреннюю пробежку. И вот Артемий не вернулся. И вот сегодня в соревнованиях открывал его папа. Вычитал вступительное слово. И на награждение папе подарили, выдали удостоверение Артемия Хасанкаева, что ему присвоено мастер спорта. Ну, как-то вот так вот. И вот, как бы, вот такие вот здесь сегодня грамоты выдали. Здесь, как бы, все написано в региональных соревнованиях по биатлону. Приз памяти Артемия Хасанкаева среди юношей 15-16 лет. Вот, кстати, все написано. И вот такие вот медальки тут выдают. Тут, конечно, призы не, как бы, по призам не густо. Но все же хотя бы приятно привести такую грамоту со сбора. И тем более под конец вкатки я сделал хороший объем. Если что, у меня где-то 330 километров за 12-13 дней. Я считаю это неплохо. по такому рельефу, по такой трассе. Ну, в принципе, да. Ну, ты еще покажи, сколько у него лыжи тут, ну, на вкатке. Да, он сюда мне привез как раз корреспондент две пары лыжи. Здесь едут те, которые... Ну, точнее, мы переложили плохие лыжи в маленький чехол. Но здесь они, как бы, ехали сюда хорошими. И вот такой у нас чехол огромный. Четыре пары лыж и палки. Все получаются. При этом там все ботинки едут. И при этом негабаритный груз едет бесплатно. Да, в самолете бесплатно. И при этом можно положить сколько хочешь. И по весу вообще никаких вопросов. Баки, как я сказал, ботинки, лыжи, там еще всякая одежда обычная. Маски там разные, там, да, сюда погрузили. Да, особенно обязательно проверили по патрону, чтобы ни один патрон не остался, не залежался в чехле, чтобы все как бы разряжено было. Врачиные ножики, они, не знаю, нельзя вручную кладь брать. Брать только багаж. И еще хотел сказать, что Никита, мы сегодня, ну, не то, что мы лыжи там тестировали, я привез две пары хороших лыж. Даже невзирая на смазку, вот Никита выбрал самую старенькую пару, обычный Carbon Light, купленный мной где-то в 11 или 12 году, то есть им уже 10 лет. И вот даже вот такие вот старенькие лыжи неплохо у нас выручают. Я скажу вам то, что конкурировали с этими лыжами сегодня новые 3D-шки, которые куплены там за 40 с чем-то тысяч, как бы из-под кого-то там. При этом я как бы знаю, что они выкатили вот старые Carbon Light, эти 3D-шки на 4 метра, при этом вроде бы на 3D-шках был и порошок, и парафин. Там ошибка была сегодня у меня, это высоковтористая ошибка свиксовая, и порошок МАПУ синий. Вот. Ну что он дома положил, в принципе оно, ну все равно выкатило лучше, чем боевая пара, которая там тоже за деньги дорогие покупала. Но по советам, кстати, здесь едут как бы только парафинов, такую морозную погоду. И порошки особо как бы не действуют здесь. Ну, кстати, Юр Зайцев советовал как бы присыпку там, свиксовую там F-30-ю брать, вот, но с одной пометкой, что я тебе готовлю плавление этой присыпки 180 градусов. Вот такой, это только для профессионального утюга, вот-вот с такой подошвой. Вот у меня вот такая подошва, утюг только 170 градусов, Юра говорит мало. То есть, в принципе, вплавлять-вплавляем, а работы по сути она не делает. Вот, надо будет копить на утюг. Утюг не очень дешево в удовольствии, ну, так-то цена 32, вот, ну, со скидкой может быть 28 можно купить. Ну, тоненький такой профессиональный утюг с тонкой подошвой, в ширине лыжи. Ну, похоже, придется приобретать. Да, сейчас будем зособираться, надо чуть-чуть поспать, выезжать в 4 утра рано, потому что вылет в 7, надо приехать хотя бы, ну, как минимум 6 часов, надо быть в аэропорту до взлета. И, в общем-то, думаю, кстати, этот ролик разделить на 2 или даже 3 части, потому что я наснимал здесь очень много, и сейчас даже вот этот фрагмент выходит почти на 8 минут, надо тут говорить, так что, наверное, ролик будет так вот разделен на части. Идем к аэропорту Мурманскому. Честно говоря, сегодня 23 градуса, и я думаю, что мы правильно уехали, так как сегодня тоже стартовый день, спринт будет, но, скорее всего, его отменят. В общем-то, мы оформились, сдали багаж, к сожалению, может тоже пришлось нам сдать, оказывается, она не берется в ручной плате, как мы думали, что мы так сделаем, заберем ее с собой, и она доедет в целости и сохранности. Но, как вы видите, нельзя, и, видимо, когда перелетают на кубки мира, берутся какие-то отдельные чехлы плотные, и тоже ее туда сдают как саму винток. Так что, какие дела, взлет у нас будет в 7.30. Мы уже летим, или лететь вообще не особо долго, где-то 2.20, 2.10. И расскажи историю, как мы полетели первым классом. Да, получилось так, что мы давно уже не летаем, года три, и когда-то у меня, я был участником программы Аэроход Бонус, у нас накопились мили, и 1 января 22 года они сгорают, и мы решили как бы спасти, спасти, и получается просто мы купили эти билеты за мили и немножко доплатили топливного сбора. И такое обслуживание у нас вот раз. Вот так вот, где-то. Да, кстати, завтрак у нас вот такой вот. Это сырная тарелочка, еще будет каша, так что все. Наверное, очень круто, и за всю жизнь я, наверное, второй раз максимум пришлюсь за согласие. И я навострил фотоаппарат, жду, пока встанет солнце, и я смогу сделать очень хороший кадр. Смотрите, какая красота за окном, маскод, солнце. Перелетели в Москву, и, конечно, очень расстраивает. Полное отсутствие снега и плюс 2 градуса. Корреспондент сказал, вообще, Шереметьево сильно переделали за эти 3 года, да? Ну да, все чуть-чуть не выкатал. Сейчас будем искать чемоданы наши. Надеюсь, конечно, моя ложа приехала в сохранности. Очень волнуемся, потому что реально были неподготовлены, и не знали то, что его пропустят в ручную плать. Поэтому, в общем-то, надеюсь, что все будет хорошо с ним. Конечно, очень сильно расстраивает все-таки отсутствие снега, все-таки ездили на ВКАД, сделали хороший объем, и приехать кататься по земле, по муху, на деревянных лыжах меня не устраивает. Вот мы, кстати, пришли за чемоданчиками, и, по-моему, раньше здесь вот этих всех магазинчиков, Дюки-При вообще не было. Вот и Барик, покажите. И вон там он находится выдача негабаритного багажа, мы за ним чуть позже дойдем. Нас вообще остановили очень далеко, и придется ждать вещи с самолета подольше, чем обычно здесь бывает. Все цивильненько, народу как бы не особо много сейчас приедут еще с нашего самолета, так как мы летели в бизнес-классе, нас привезли сюда первыми, но все равно народу сравнительно мало. Мы не летали уже сравнительно большое время, целых три года, мы уже про это говорили, и получается в последний раз мы были как раз в Крыму, мы прилетали именно сюда на выдачу багажа рейсов из России. Здесь, конечно, все было вообще по-другому. Ну, по крайней мере, в эти кафешки прибавились, ну и что-то, видимо, они все-таки обновили, сделали ремонтик здесь. Мы уже загрузились в машину. Кстати, Вожа приехала в полном порядке, его оказывается тоже мегабаритный был, загрузили, и никаких претензий нет, у нас, в принципе, наехала хорошо, как и лыжи тоже будет. Все, да? Да, там вообще получается две наши, ну, два чехла лыжных и винтовку они положили рядышком, потому что посмотрели, видимо, что он одного человека, и все прям одновременно, и привезли, и не сказать, чтобы вы сильно долго ждали. Да, все достаточно быстро, и мы сейчас уже направляемся домой, у Владимира, старший, спали сегодня мало, и, в общем-то, как бы сбор подходит к концу, объем сделан, надо, кстати, еще с вами итоги будет такие, подвести небольшие. Конечно, расстраивает вот это дело, потому что, вы видите, трава реально зеленая, и никакого намека как бы на катание на лыжах вообще нет. земля в иллюминаторе, зеленая, зеленая. Ну вот, вот именно, так что, конечно, печально приезжать после катки и видеть в центральном регионе такую фигню. Ну, так вот, в принципе, мы вкатились, думаю, неплохо, сказать особо нечего, так как катка это как бы и соревнование, и не августовский какой-то сбор с тяжелой работой, здесь нужен был объем, здесь нужна была длительная работа, в принципе, я с ней справился, хороший, 300 километров, считаю, хороший объем, выполненный, и осталось, видимо, ждать снега, мы возможно съездим, кстати, в первом соревновании 10 декабря, мы там договорились с тренером с Световкарами, то привезут, и в этом плане тоже, наверное, все будет хорошо, с соревнованиями, стартов будут, но единственное, это снег, в центральном регионе, не знаю, сейчас тренировочный процесс, наверное, строить будем, с такими делами. спортзал, кросс, наверное, какой-то тренировочный процесс построишь, да, потому что, конечно, снега нет, и делать в Таласовке нечего, потому что мы уже вкатились, и желательно было уже приехать на снег, так как уже почти декабрь, а снега до сих пор нету, и если он, как бы, с середины декабря даже не выпадет, будет очень-очень плохо, и ребята, которые живут за центральным регионом, как бы, в большом плюсе, потому что у них есть снег. Ну, реально, вот сегодня вот уже новосибирский второй старт идет, там ребята, кто-то вкатывались, уже проходят по первому-второму старту, вот, снова Леонид Прикурский побеждает во второй гонке, вот, Юра Иванова второе место занимает, лидеры определенные, в общем-то, вот мы, а тем, кто, скажем, не лидер, кого хорошо, если есть те, как в Мурманске, вот, они катаются, работают, а нам даже в Рязани не покататься, потому что, похоже, у них сейчас тоже кружочек 500 метров растает. Ну, да, они сейчас в Рязани настреляли, где-то 600 метров круг был, но с такими погодными условиями не знаю, что у них выживет, потому что есть температура еще больше, потому что все-таки регион южнее, и поэтому не знаю, когда они сделают круг, вроде как, планировался сбор какой-то в декабре сделать, как бы с Валерием Генчевым, тренерным институтом, который как раз-таки нас консультирует, но уже не знаю, когда там снег будет, не будет, это будет уже тоже от этого зависеть, но растягивать уже не будем, и устали, и надо заканчивать ролик все-таки фирменный траж достаточно большой, всем большое спасибо за просмотр, всем пока, и до новых встреч!